Главная цель проекта «Десятилетие детства» – улучшение демографической ситуации в регионе. Добиваться этого планируют путем создания достойных условий для рождения, воспитания, образования, а также здоровья и безопасности детей. Оказывают семьям и материальную поддержку. То есть поддержка детям из малоимущих семей, из многодетных семей, поддержка семьям, которые не имеют, может быть, большого дохода с целью его увеличения. То есть много различных программ, которыми семьи могут воспользоваться, они доступны. Подводя итоги реализации проекта в 2022-2023 годах, губернатор Алексей Русских отметил, регион принял пилотное участие в федеральном исследовании по оценке детского благополучия. По большинству показателей регион в золотой середине, а в целом оценка благополучия детей высокая. Однако еще остались направления, которые нужно усовершенствовать. Например, по домену здоровья-сбережения. Это показатели по доле детского населения, по численности детей, прошедших это смотри, по числу новорожденных и родившихся больными и заболевшими, по численности педиатров на 10 тысяч детей, а также по количеству детей в возрасте от 3 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом. Еще одним ключевым направлением является образование и воспитание детей. С этой целью создают современную инфраструктуру, обеспечивающую доступность образования для детей. В системе общего образования мы дополнительно ввели 1161 место открыт лицея ядерных технологий в Димитровграде и второй корпус строитско-сунгурской школы. На 2024 год запланированы 8 школ в капремонте. За прошлый год, в 2022-2023, капитально отремонтированы 4 муниципальные и 2 государственные школы. Достижениями могут похвастаться и учащиеся. В 2023 году дети Ульяновской области получили 10 дипломов-призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Кроме того, юные ульяновцы впервые заняли второе место на Всероссийском профориентационном конкурсе «Инженерные кадры России». Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ